Студенческие отряды Московской районной организации БРСМ города Бреста завершили третий трудовой семестр торжественным награждением лучших из лучших ребят. Активно проявивших себя за время летней работы, заместитель главы администрации Московского района города Бреста Алла Ульяницкая наградила благодарностями за вклад в организационную деятельность студотрядов Брестский государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта и среднюю школу номер 14 имени Фомина. Также за ответственность, активность и добросовестный труд были награждены ребята из студенческого сервисного отряда «Архивистки» имени Стемпковской отряда «Телеком» имени Зубачева и боец студенческого экологического отряда «Гринлайн». Очень мне приятно видеть учащихся школ, потому что это у них первый опыт. Им было достаточно сложно, наверное, сложнее, чем всем остальным ребятам. Но надеюсь, что этот опыт им понравился и в дальнейшем они тоже будут принимать участие в студенческих отрядах. Я тоже имею определенный опыт работы в студенческих отрядах. Это остается памятью на всю оставшуюся жизнь. Сейчас я вспоминаю это только теплыми, добрыми словами, потому что в тот момент появились новые друзья. Вот это общение в неформальной обстановке, ну, наверное, дало какую-то самореализацию лично мне самой. То есть, ну, какие-то пришлось принимать важные решения уже будучи студенткой института. Белорусские студенческие отряды осуществляют деятельность в области образования, охраны окружающей среды, строительства, сельского хозяйства, в сфере оказания услуг в организациях, а также в области здравоохранения. В этом году, например, был организован самый первый в Бресте медицинский студенческий отряд. В течение месяца учащиеся медицинского колледжа работали в Брестской областной клинической больнице. Студоотряды – это больше, чем просто работа, это социальная жизнь. Студенты объединяются в единый молодежный коллектив, учатся взаимодействовать друг с другом, проявлять лидерские способности, помогать другим. А если отряд работает за пределами города, это еще и в какой-то степени возможность попутешествовать. На сегодняшний день мы уже трудоустроили порядка 294 студенческих отрядов, которые объединили 3500 молодых людей. В этом году ребята выезжали за пределы Республики Беларусь, работали на всей белорусской молодежной стройке, на областной молодежной стройке. Ребята принимали участие и в работе сельскохозяйственных республиканских проектов, также на производственных республиканских проектах. Работали по сбору бытовой техники на базе ООО «Атлант», собрали несколько тысяч бытовой техники, их комплектующие. И это очень ощутимо, и ощутимо действительно организации, которые в период такой летний период, в период отпусков требуются все-таки рабочие руки. А наши ребята, которые работают уже не первый год, могут дать фору и любому рабочему. Важно одно, ребята, вступившие в ряды студенческих отрядов, не жалеют об этом. Они открывают для себя новые горизонты, а значит, у них появляется больше возможностей, они обучаются, общаются и изучают себя. А также, что немаловажно, они учатся зарабатывать свои первые деньги, учатся самостоятельности и в какой-то степени независимости. Участвовал в студенческом отряде, который назывался «Гринлайн», экологический отряд так называемый. Мы работали в Брестском лесхозе, и мы занимались прополкой участков, насаждений, там различные деревья, дубки, елочки и каштаны. Карманные деньги – это всегда классно, которые можно потратить, ну, куда хочешь. 370 рублей – это все-таки не копеечки, которые быстренько потратишь. Можно даже, ну, на что-нибудь отложить, если там хочешь что-нибудь купить, и потом просто там телефон, например, себе купить. Это меня очень порадовало, так как это очень сильно отличается от работы, которую вы находитесь самостоятельно. Мы постоянно посещали какие-то мероприятия, мы ездили на республиканский форум «Молодость, труд, единство». Также мы участвовали в волонтерских акциях, в квестах различных. Также мы были на теплоходе, там, где мы пообщались с остальными работниками студенческих отрядов, узнали что-то новое. Для молодежи, для того, чтобы раскрепоститься как-нибудь, это очень большая возможность. Ты постоянно где-то участвуешь, постоянно общаешься с людьми. Это, ну, круто, на самом деле, мне очень понравилось. И моим ребятам, друзьям, которые со мной тоже были, им тоже понравилось, эмоции переполняют.